Настя возвращалась с работы. На дворе декабрь, в пять вечера такая темень, что пришлось включить фонарик на телефоне, освещение в районе было редкостью. Фонарик высветил тёмное пятно у ворот, подойдя ближе, Настя увидела большого пса. Из-под снега торчала голова и шея, туловище и лап видно не было. Настя наклонилась к собаке. «Ты чего тут лежишь, собака? Наверное, есть хочешь? Пойдём, покормлю». Собака медленно поднялась и шагнула за женщиной. Настя заметила, что во рту у собаки болтается какой-то предмет. Подойдя вплотную, она увидела маленького пушистого котёнка, голова которого была в пасти собаки, снаружи виднелось тельце и пушистый хвостик. «Собака, ты что, съела котёнка?» С испугом закричала Настя. В ответ собака приоткрыла пасть. Котёнок, вполне живой и здоровый, упал на снег и, громко замяуков, заковылял под живот сидящей собаки. Настя подняла котёнка на руки и засунула под пальто. Собака залаяла на неё. «Не бойся, я его не обижу. Пойдём скорее в дом, вам нужно обогреться и поесть». Успокоила собаку Настя. Собака внимательно выслушала её и побежала к дому. Настя впустила собаку, вытащила, успевшего уснуть, котёнка и положила в кресло. Собака устроилась на полу рядом. Позвонила мама Насти, предупредила, что дети, Даша и Илья, захотели остаться у неё. Настя про незваных гостей не рассказала, чтобы спокойно обдумать, как поступить дальше, заранее зная, что скажут дети. Настя понимала, что в доме нужна собака. Дети часто остаются одни, без защиты, мало ли что может произойти. В то же время муж уже договорился о щенке породистой собаки, которого недели через две нужно было забрать. О котёнке и думать нечего, Пушистик остаётся в доме, без вариантов. За размышлениями, готовкой ужина и уборкой Настя не услышала, как в дом вошёл муж Павел. Собака насторожилась, зарычала. Настя держала пса за шею. Настя, откуда собака? Ты где её подобрала? А в кресле, кто спит, тоже на помойке нашла. Ну что ты, Паша, они не с помойки, они у наших ворот лежали. Не могла же я их бросить, тем более, что котейка совсем малыш. Так, ты, видимо, всё уже решила без меня. Если не согласен со мной, то сам их и выгоняй на улицу, я не смогу. Настя заплакала. А я к маме уйду, живи тут один. Настюша, малышка, не плачь, пусть остаются. Только если хозяин объявится, то нужно будет вернуть пса. Так собака и котёнок остались жить в доме. Собака оказалась девочкой кавказской овчарки, 2-3 года от роду. Дети назвали девочку Вьюгой. Она к кличке своей удивительно быстро привыкла, а при упоминании о снежной Вьюге, смешно поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, как будто спрашивала. Вы меня позвали, или мне кажется? Долго выбирали имя котёнку, мал был, внешности своей, в полной мере, ещё не показал. Был котёнок пушистым с длинной шерстью, полностью закрывающей короткие лапки. А после плавания в ванной и мытья шампунем шкурка его приобрела голубоватый оттенок. По характеру котёнок был тих, спокоен и молчалив, поэтому получил двойное имя Тихон. Однако, котёнок время от времени показывал себя. Тогда летели на пол ложки, вилки, заколки, карандаши и ручки. Но Тихона не ругали, доставалось детям от папы и мамы, чтоб убирали со стола всё, что не должно лежать на столе. Несмотря на короткие лапы, Тихон легко мог забраться на самые высокие шкафы, полки, стеллажи. Вьюга начинала скулить и звать своего детёныша, он рвался к ней, но прыгать вниз, сверху, не решался. Доставал его папа, а когда папа не было дома, дети снимали котёнка сами, подставив стремянку. Вьюгу выпускали гулять во двор. И каждый раз Тихон бежал за ней на улицу, лоток он не признавал. Погуляв и сделав свои дела, собака и кот возвращались домой. При этом котёнок забирался на спину вьюги, а она тихонько скулила под дверью, прося впустить в дом, где тепло и уютно. Хозяин собаки так и не объявился. Только спустя несколько лет соседи рассказали, что в одном из дачных посёлков жил сторож. Своего жилья у него не было, старику построили махонькую избушку, где он и жил постоянно. Года за два до смерти завёл Герман, так звали сторожа, щенка. Сам перебивался на хлебе и воде, а собаку кормил лучшими кормами, которые были в городе. Дачники угощали старика овощами, ягодами, соленьями. Жалели деда. Последняя зима Германа была холодной и снежной, а тут ещё и коронавирус прилетел неизвестно откуда. Заболел старик. Когда приехал председатель товарищества садоводов, вызывать скорую помощь было поздно. В углу избушки лежала собака, свернувшись клубком, внутри, зарывшись в густую шерсть собаки, спал маленький котёнок. После похорон в избушке никого не оказалось, дачники звали собаку, искали её, но она, как сквозь землю провалилась, котёнка тоже не было. Как добралась собака до посёлка, где жила семья Павла, трудно сказать. Никто так и не узнает, откуда в домике сторожа появился котёнок, ведь старик не очень жаловал кошек. Говорил, что толку от них никакого, а собак любил больше, чем самого себя. Но ходит легенда, что душа Германа перешла в этого котёнка. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.